Двое суток он у меня стоит. Надежда была, что заработает. Но всё, он у меня ничего не работает. Холодильник как бы тоже не из дешёвых. Домофоны, холодильники, микроволновки и телефоны. Вот далеко не полный список техники, которая вышла из строя. Всё это добро остаётся только выбросить. Восстановлению они не подлежат, цветуют местные жители. В Турксибском районе после обильных дождей дерево упало прямо на линию электропередач. Произошло замыкание. В результате около 60 частных домов по улице Ижевская и Ельгина остались без света. К тому же при скачке напряжения у жильцов сгорели практически все приборы. Материальный ущерб, к примеру, семья Олеси Степановой оценивает как минимум в полмиллиона тенге. Холодильник мне нужен, допустим, сегодня. Вот у меня нет возможности сейчас пойти и купить. Ну не такой, конечно, но хотя бы что-то попроще холодильник. Также вот микроволновка. Вот всё сзади можете посмотреть. Всё чёрное. Отсюда валил дым. То есть даже сейчас вот запах идёт. То есть микроволновка тоже уже всё. Оказалось, перебои со светом в этом районе не редкость. Жители постоянно закрывали на это глаза. Но вчерашний дождь и авария стали последней каплей. Неправильно установлена иорычная сеть по улице Шемякина. Поэтому вода во время дождя течёт по улицам и топит подвалы домов. Возмущённых жителей выслушали представители местного акимата. Они заверили, что все проблемы в скором времени решат. И электропровода заменят, и иорычную сеть проведут. А главное – компенсацию люди получат. Жителям необходимо по адресу Росбакивы 6 обратиться в ООА ЖК с заявлением, приложить имеющие документы, чеки товарные, которые приобретали данный вид техники, для возмещения ущерба. Со своей стороны ООА ЖК заключил договор со страховой компанией на такие случаи, когда идёт порча имущества. ООА ЖК создадут рабочую комиссию, которая и определит, на самом ли деле техника пострадала из-за замыкания.